МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. Студия Михаил Журавский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Незаконная свалка строительного грунта обнаружена вблизи села Фронтовое. Около 100 тысяч кубометров земли уже изменили природный рельеф. Стихийные свалки на территории Нахимовского муниципалитета не будут убраны к 1 декабря. Администрации округа помешал судебный случай. Теория позади. Настала пора практики. Севэлектроавтотранс провел первый для своих учеников урок управления троллейбусом. Долги государственного унитарного предприятия «Севэлектроавтотранс» составляют 550 миллионов рублей. Такую цифру озвучил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства города Павел Иена. При этом, согласно информации, опубликованной в открытых источниках, реальные долги предприятия выше в 9 раз. 4 миллиарда 555 миллионов 154 тысячи 987 рублей. Глава ведомства с такой цифрой не согласен. По его словам, долги «Севэлектроавтотранса» гораздо меньше и касаются в основном обязательств по договорам лизинга долгосрочной аренды транспорта. Основным, наверное, нашим кредитором является государственная компания ГТЛК. Между правительством города Севастополя было заключено соглашение по поставке новых троллейбусов и автобусов и котировок. Но на сегодняшний день сумма, конечно, не такая, которую вы озвучили. Задолженность на сегодняшний день порядка 550 миллионов рублей. Директор Департамента транспорта настаивает. Имеющиеся долги сформировались по лизинговым платежам. Вину в данном вопросе чиновник возложил на пандемию коронавируса. Вы сами знаете, то в прошлом году общественный транспорт практически не работал, пассажиропотока не было. То эти долги сформированы еще с 2020 года. В ней еще находится сумма задолженности по сублизингу. Если вы знаете, то раньше Департамент транспорта входил в состав Департамента городского хозяйства. И договора на первую поставку общественного транспорта заключал Департамент городского хозяйства. Соответственно, после этого было подписано соглашение, и этот контракт был передан Департаменту транспорта. Однако уточним. Ранее в социальных сетях появилось сообщение, что Севоэлектроавтотранс участвует в нескольких судебных процессах в качестве ответчика. Озвучивалась общая сумма исков. Именно 4,5 миллиарда рублей. Редакция телеканала НТС проверила эту информацию в открытых источниках и убедилась в наличии множества исков, поданных в этом году различными организациями. Севоэлектроавтотранс через суд просят погасить долги за поставленные запчасти, топливо для автобусов, техобслуживание и прочее. Также ранее в СМИ озвучивался долг предприятия перед Севоэнергосбытом. Разобраться с долгами Севоэлектроавтотранса перед Севоэнергосбытом в правительстве города намерены до конца года, а с остальными – к середине 2022-го. Павел Иена уточнил, что вопросы энергоснабжения удастся решить за счет перераспределения бюджетных средств. Есть текущая задолженность порядка 80 миллионов за потребленную электроэнергию, есть задолженность порядка 40 миллионов за поставленный природный газ. Но опять же, принимаются определенные действия. Мы планируем в течение двух недель погасить данную задолженность. Точно так же на ближайшем правительстве будет рассмотрено постановление о выделении целевой субсидии для погашения данных задолженностей. Примечательно. Павел Иена заявил, что на погашение долгов до конца этого года будет выделено около 800 миллионов рублей, что значительно превышает озвученную чиновникам полную сумму долгов 550 миллионов. Озвученные суммы не стыкуются с планами по погашению долгов в 2022-м и с имеющимися в свободном доступе судебными исками о взыскании задолженности с предприятия на сумму 4,5 миллиарда рублей. Теория позади. Настала пора практики. Севэлектроавтотранс провел первый для своих учеников урок управления троллейбусом. 30 ноября уже опытные водители показали, как необходимо выполнять один из базовых элементов. Объезд препятствия более известный в народе как змейка. Своё первое практическое занятие будущие водители троллейбуса проводят, не прикасаясь к рулю. В этот раз они внимательные пассажиры, которые стараются заполнить все действия водителя и уже вживую, а не через учебники увидеть, как необходимо работать с подобной техникой. То, что можно без особого труда сделать на легковом автомобиле, троллейбусу даётся не так-то просто. Ключевую роль здесь играют габариты транспорта и ограниченная видимость. Сейчас поставим штанги, значит, у ребят будет ещё сюжет. Мария Красовская давно хотела попробовать себя в новом деле. Определиться было непросто. В итоге выбор пал на профессию водителя троллейбуса. После собеседования и изучения теоретической части рвение только прибавилось, как и переживаний. Вот мы экзамены сдали, было тоже довольно нервно, все очень переживали. И сейчас пришли очень интересно. Вот, наверное, интерес преобладает. Но сложно? Ну, конечно, немножко страшно, сложно, но всё равно интересно. К практической части тоже подходили с предварительной подготовкой. Каждому из учеников сперва детально разъяснили, как устроен троллейбус и за что отвечает каждая из кнопок. Структоры прекрасные, учителя, вообще весь коллектив преподавательский, просто замечательный. Но просто уметь правильно вести себя в потоке для этой работы мало. Важна и высокая стрессоустойчивость, и умение управляться с линией троллейбусных проводов. У нас тут, как говорят, две дороги. И дорога такая, и сеть, по которой мы ездим, провода наши. Стрелки, пересечения там все, ну, спецчасти наши. С этим знакомимся. На уроке ученикам необходимо проявить особую внимательность, ведь уже завтра на этом же полигоне им предстоит продемонстрировать свои знания и навыки, и умение сохранять спокойствие. Я 30 лет уже за рулем. Очень большой стресс, видите, какое движение у нас, как у нас ведут себя на дороге другие участники движения. Ну, в общем, да, надо готовить их к этому. После того, как ученики отработают здесь 176 часов, и ждет еще 294 часа стажировки. Лишь потом они заслужат право самостоятельно выходить на маршрут. Не все смогут пройти этот путь. По мнению Сергея Концевого, водитель троллейбуса – профессия не для всех. Выдержать и рейтом, и сложности, и любую непогоду под силу не каждому. Всего должно быть призвание какое-то, потому что ты должен встать в 3 часа утра, добираться до работы. Здесь неважно снег, дождь или мороз. Ты должен экипировать троллейбус, а я его экипирую на улице и внутри. Нужно поменять контактные вставки. Это все под дождем. Я уже пассажиров, я получаю это удовольствие. То есть, не скажу, социально значимая профессия. Кто еще будет возить наших бабушек, дедушек, любимых? При должном старании и любви к профессии ученики-водители вскоре смогут пополнить ряды Севэлектроавтотранса и довольно скоро выйти на свой первый маршрут. Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, Севенформбюро. О том, как Севастополь справлялся с ударом природной стихии в ночь на 30 ноября, рассказал заместитель губернатора города Николай Жигулин. Готовясь к шторму, правительство создало 16 дополнительных аварийных бригад для быстрого реагирования на все экстренные вызовы и ситуации. Ураган повалил 72 дерева, повредил три автомобиля. От стихии пострадали два человека. Что касается теплоснабжения, была одна авария. Наехал спецвоз на теплотрассу, раздавил в районе президентской дороги. Но за буквально пять часов была данная ситуация устранена. 118 жилых домов в Сахарной головке у нас находились без отопления на тот момент. Авария на теплотрассе была оперативно устранена, сообщил Николай Жигулин. Он уточнил, что по прогнозу синоптиков, вечером ожидается ухудшение погодных условий. Приводим сейчас в готовность, в боевую все наши силы и средства для того, чтобы эта ночь тоже прошла под нашим контролем полностью, реагируя на каждую проблемную ситуацию. В Байдарской долине в сельской местности ураган вынес на автодорогу хозяйственную постройку. Убрать ее удалось не сразу, потому что работе даже тяжелой техники мешал сильный ветер. Сейчас ситуация в долине находится под контролем. Есть где-то поваленные заборы, как и собственно часть каких-то строительных конструкций по городу, я имею в виду леса. У нас два баннера зафиксированы, поврежденных один на Дмитрия Ульянова, а один в районе Симола, который упал. Вице-губернатор также добавил, что в городе было 12 аварийных ситуаций по электроснабжению. Самое серьезное отключение произошло в селе Пироговка. Сильный ветер и обильные дожди в нашем городе – это следствие южных циклонов. Об этом рассказали специалисты Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Синоптики говорят, что ничего экстраординарного не случилось. Подобные погодные явления происходят каждый год в осенне-зимний период. Это так называемая серия южных циклонов. Они выходят друг за другом. Первый прошел у нас вчера, и он сместился на районы Минска. И у нас усиливался ветер юго-западный до 25-30 метров по Крыму. А в Севастополе было всего лишь 23 метра отмечено. И уже сегодня, во второй половине дня, у нас проходит этот циклон, также со Средиземноморья. И уже с северо-западным направлением мы ожидаем усиление до 27 метров в секунду. Напомним о надвигающемся шторме. Синоптики предупредили еще в начале недели. Все городские экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Специалисты оперативно стараются устранять последствия обрушения деревьев и обрывов электрических проводов. По состоянию на 30 ноября в Севастополе зарегистрированы 216 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит пресс-служба правительства города. 305 человек выписаны из больниц после выздоровления. 9 пациентов скончались в возрасте от 57 лет до 91 года. К утру вторника полный курс вакцинации прошли 213 899 жителей Севастополя. Еще 30 тысяч привились пока только первым компонентом. Местные власти напоминают, кабинеты вакцинации работают в городских поликлиниках, сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Привиться также можно в торговых центрах «Муссон-Апельсин и Симол» на площадях Нахимова и Захарова. В соседнем Крыму же за минувшие сутки зафиксировано 25 смертей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель, который до этого регистрировался лишь 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского министерства здравоохранения. По данным на утро 30 ноября в Крыму подтверждено, 442 новых случая заражения выздоровели за прошедший день 880 человек. На севастопольских фермах началась плановая вакцинация отряда куриных от псевдочумы птиц. Во вторник 30 ноября специалисты управления ветеринарии приехали в одну из севастопольских подсобных хозяйств по содержанию домашней птицы. Процедура бесплатная, ее необходимо делать каждые три месяца. Этого шприца хватит, чтобы вакцинировать на слезистые у носа 100 голов птицы. В одном из фермерских хозяйств севастопольской сельской зоны утро для отряда куриных началось с приема вакцины. Препарат необходим курам, чтобы не заболеть псевдочумой птиц. Профилактическая вакцинация против болезни Нью-Касла проводится специалистами регулярно во всех севастопольских фермерских хозяйствах. Вакцинация проводится государственной ветеринарной службой ежегодно, бесплатно, каждые три месяца. То есть, все поголовье домашней птицы, которое содержится на территории города Севастополя, вакцинируется с целью создания иммунитета и предотвращения возникновения болезни Нью-Касла на территории города. Эффективных схем лечения болезни Нью-Касла не разработано, поэтому вакцинация домашней птицы является одной из основных мер профилактики этого заболевания. Современные вакцины против болезни Нью-Касла высокоэффективны, безопасны и просты в применении, говорят специалисты. Само заболевание наносит колоссальный ущерб отрасли птицеводства. В случае возникновения данного заболевания на хозяйство и на определенную территорию накладываются ограничительные мероприятия. И по результатам этих ограничительных мероприятий птица, которой будут выявлены клинические признаки данного заболевания, прилежит уничтожению. То есть, опасность заболевания, она составляет не только для конкретного хозяйства, где было выявлено, а и для территории, которая прилегает к этому хозяйству. Специалисты управления ветеринарией привили трехмесячных цыплят в одном из загонов хозяйства. Для того, чтобы у курицы выработал свой иммунитет, вакцину наносят на слезистую. Птица вдыхает препарат, так он и попадает в организм. Фермеры самостоятельно сообщают о пополнении поголовья птиц специалистам, чтобы ветеринары с вакциной вовремя прибыли в хозяйство. С начала этого года государственной ветеринарной службой против болезни Нью-Касла уже привито более 40 тысяч голов домашней птицы. До конца года ветеринарная служба планирует привить еще более 6,5 тысяч птиц. Дарья Юхновская, Дмитрий Лилека, СЕВН Форумбюро. Незаконная свалка строительного грунта обнаружена между селами Фронтовое и Пироговка. Около 100 тысяч кубометров земли уже изменили природный рельеф. Исчезла балка. По обращению местных жителей, члены общественной палаты Севастополя и депутат законодательного собрания Михаил Чалый выехали на место, чтобы оценить масштаб проблемы. По словам местных жителей, грузовые машины сваливают здесь грунт уже на протяжении полугода. По одной из версий, землю везут после строительства дорог. Однако, определено ли это место для утилизации грунта? Получена ли вся разрешительная документация? И кто несет ответственность за свалку земли? Открытые вопросы, ответы на которые еще предстоит выяснить. Мощная засыпка, которая вообще ликвидировала балку, она здесь была, то есть все похоронено. На экосистему этого района. Мы будем разбираться, писать в профильные органы запросы, насколько это законно. Если это все сделано по правилам, ну замечательно. Но что-то надо это проверить. Потому что, если это оставлять без контроля, мы можем лишиться одного из самых наших драгоценных вещей в нашем Севастополе. Это наша прекрасная природа. Насыпи строительного грунта растянулись примерно на 3-4 гектара. По мнению члена общественной палаты Севастополя Александра Марчука, необходимо выяснить, что скрывается под слоями земли и классифицировать класс опасности. Вполне вероятно, что там может оказаться и строительный мусор. Мы сами видим, что здесь на самом деле грунт, чернозем сняли. И мы думаем, что это все, когда закончится, просто закрой черноземом, чтобы никто не догадался, не понимал, что здесь происходило и как это происходило. Потому что жители сказали, полгода сюда реально вывозили этот мусор. За последние полгода это уже не первый случай отвала строительного грунта. Такая же ситуация сложилась в Балаклаве на северной стороне города, на Фиоленте, в Байдарской долине и Молочной балке. По словам общественников, это насыпь со временем может сползти на сельское кладбище, которое расположено под импровизированной горой. Слава богу, здесь не видно строительного мусора. Здесь просто отвал строительного грунта. А в других местах мы встречали везде еще и строительный мусор, плюс ко всему. Здесь вот в этом плане, что здесь не складывается мусор, ну, наверное, можно сказать большое спасибо. Хотя я очень удивлен другим. Вы же поймите, у нас водоемы, которые здесь рядышком в Балке находятся, они все-таки у нас собирают воду с поверхности земли. И вот, соответственно, вся вот эта вот масса земли со временем дождями будет смываться в водоемы. Общественная палата Севастополя собирается писать обращение Севприроднадзор и прокуратуру города, чтобы выяснить, кто и по какой причине свозит огромное количество строительного грунта на территорию села Фронтовое, а также кто понесет ответственность за такое использование природных ресурсов. Яна Витринюк, Александр Устич, Севинформбюро. Стихийные свалки на территории Нахимовского округа не будут убраны к 1 декабря. Об этом стало известно журналистам НТС после общения с главой района Михаилом Лазаревым. Напомним, правительство Севастополя выделило Нахимовскому муниципалитету 2 миллиона рублей на ликвидацию стихийных свалок, однако в дело вмешался судебный случай. Съемочная группа НТС провела очередной рейд по мусорным полигонам корабельной стороны Севастополя. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как севастопольские власти пытаются решить проблему с мусором. Журналисты НТС спустя три недели вновь провели рейд по стихийным свалкам Нахимовского района, чтобы зафиксировать их текущее состояние. Из десятка самых крупных полигонов убраны менее трети. По словам Валерия Стрюкова, председателя общественной организации «Офицерский корпус Севастополя», горожане настолько привыкли к свалкам отходов, что обычная работа коммунальщиков по уборке мусора уже воспринимается как праздник. Отметить можно одно положительное. С улицы Комсомольская напротив дома 93 свалку ликвидировали, мусорную убрали. С улицы Лазаревская напротив дома 16 тоже убрали напротив сквера. И, я вот наблюдаю, это убрали где-то 20-21 числа. Вывозят оттуда мусор постоянно, начали с этих мусорных площадок. Более-менее так частично, можем сказать, на троечку с плюсом убрали улицу Коли Пищенко, в которой сзади стоит у нас мусороплощадка. Не знаю, хватило сил или не хватило, еще до конца убрать вот эти вот ветки, вот мусор, который у нас стоит за нашей площадкой. Вот это не выбрали. Все остальное, извините, находится в плачевном состоянии. Свалок стало гораздо больше, и мусор продолжается распространяться. И съемочная группа НТС в очередной раз убедилась в правоте общественника. На мусорной площадке по улице 3-й Бастионной к оставленным веткам добавились автомобильные покрышки. Причем здесь их такое количество, как будто по соседству открылся новый шиномонтаж. На стихийной свалке по улице Горпищенко, напротив дома номер 79, все стабильно. Там все так же и разбросаны ветки деревьев и прочий мусор. А на самой площадке красуется лаконичная надпись «Свиньи». Аналогичная ситуация и на улице Муромской. Здесь, в считанных метрах от детского сада номер 91, по-прежнему лежит мусор. С сильным ветром его разносит по округе. Отходы залетают в том числе на территорию дошкольного учреждения. Примечательно, что в большинстве стихийных свалок контейнеры и лодки стоят пустые. Исключение – мусорная свалка на улице Адмирала Макарова. По словам Валерия Стрюкова, лодка здесь заполнена строительным мусором, обломками камня настолько, что мусоровоз не в силах оторвать ее от земли. А Пальма Первенства в этот раз достается мусорному полигону на улице Горпищенко, напротив дома номер 126. Здесь, как говорится, найдется все. Бытовой мусор, строительные отходы, автомобильные покрышки и даже выброшенная одежда. Основной вывод, который можно сделать в результате очередного рейда журналистов НТС по стихийным свалкам Нахимовского района – уборка произведена лишь частично. Валерий Стрюков, председатель общественной организации «Офицерский корпус Севастополя» считает, что существующая система вывоза мусора, мягко говоря, неэффективна. В результате халатности, безразличия, видите, никто здесь ничего не убирает. И таких свалок, как говорится, по Нахимовскому району и по городу очень много. Раньше была система в городе, всегда был наводился порядок. Сейчас этого нету. Знаете, что самое страшное? То, что когда придут новые подрядчики, придут новые люди на новые должности, им понадобится год, чтобы восстановить ту систему, которая была. Это все нужно менять. Напомним, что после прошлого мусорного рейда, который состоялся 8 ноября, глава Нахимовского района Михаил Лазарев заверил журналистов и общественников в том, что к концу месяца проблема со стихийными свалками на территории муниципалитета разрешится. По его словам, департамент городского хозяйства выделил 2 миллиона рублей муниципалитету на ликвидацию несанкционированных мусорных полигонов. Однако сейчас, в телефонном разговоре с журналистами НТС, Михаил Лазарев поделился следующей информацией. Администрация Нахимовского муниципалитета запустила тендер на оказание государственной услуги. Но результат отбора поставщика устроил не всех участников торгов. Кроме того, глава Нахимовского района Севастополя в очередной раз подчеркнул, в компетенцию муниципалитета входит только фиксация стихийных свалок. И на сегодняшний день в горхоз отправлено порядка 1800 заявок. Получается, что деньги, выделенные городским правительством Нахимовскому муниципалитету на уборку стихийных свалок, оказались заморожены до завершения судебных разбирательств. С другой стороны, ГБУ парки и скверы не спешат ликвидировать мусорные полигоны на территории Нахимовского округа. В итоге из очередной бюрократической чехарды страдают жители Севастополя. Горожане вынуждены ежедневно наблюдать у себя под окнами грустную картину. Как сильный ветер вокруг их дома кружит мусор. Редакция телеканала НТС направит информационный запрос в ГБУ парки и скверы с просьбой пояснить, когда же, наконец, учреждение займется реальной уборкой стихийных свалок на территории Нахимовского муниципального округа. Николай Кузнецов, Юрий Риутин, Севенфорумбюро. Пора переобуваться. Госавтоинспекция Севастополя напоминает водителям о том, что до 1 декабря необходимо сменить летнюю резину на зимнюю. По техническому регламенту Таможенного союза в зимние месяцы автомобили должны быть обуты по погоде, управлять машиной без соответствующей комплектации запрещено. Да, зимнюю резину успели одеть еще? Еще нет. Завтра будет. Знаете, да, что до 1 декабря у нас необходимость конъективную резину без повышенной опасности возникновения дорожных транспортных происшествий по причине плохого сцепления к проезжей части. Необходимо с 1 до 1 незамедлительно сменить. Но уже, в принципе, сроки поджимают. Более того, только за 28 ноября из-за скользкой дороги произошло 7 ДТП, в которых пострадало 10 человек. В двух авариях у автомобилей был повышенный износ покрышек. Сотрудники ГИБДД напоминают, что летние шины на морозе дубеют, сцепление с поверхностью значительно ухудшается. Такой автомобилист ставит под угрозу не только свою безопасность, но и жизнь, здоровье других участников дорожного движения. Вообще рекомендуется всегда следить за резиной. Не обязательно это зимний период, это и летний период. То есть и летняя резина должна быть соответствовать требованиям у нас ГОСТов и регламентов. А уж зимний – это тем более. Госавтоинспекция рекомендует вовремя, скажем так, установить зимние шины, соблюдать правила дорожного движения. В частности, это пристегивание ремнем безопасности, соблюдение скоростного режима, правила проезда перекрестков, пешеходных переходов, перевозки детишек, наших любимых в автомобилях. Ну и самое, что ни на есть, это полный запрет на нахождение за рулем в нетрезвом состоянии. В кинотеатре «Россия» состоялся премьерный показ художественного фильма «Небо», на котором присутствовали севастопольские курсанты. В основу сюжета картины, снятой при поддержке Министерства обороны, легли реальные события, произошедшие в 2015 году. Фильм «Небо» режиссера Игоря Копылова стал первой в российском кинематографе художественной кинолентой, повествующей о контртеррористической операции российских военных на территории Сирии. Шесть лет назад самолет Су-24 после выполнения боевого задания был сбит турецким истребителем. Члены экипажа сумели катапультироваться, однако подполковник Олег Пешков трагически погиб. В воздухе его расстреляли террористы. Подвиг героя России лег в основу новой киноработы. Посмотревшие отечественный блокбастер курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова также имели возможность встретиться с севастопольскими актерами, поделившимися впечатлениями от съемок. Я рад, что такое кино появляется, потому что это все-таки мощно и очень качественно, прежде всего, и на реальных событиях, на событиях важных для нашей страны, важных для людей обычных, которые находятся за гранью войны, и тех, кто в ней участвует. Среди сыгравших в фильме севастопольских актеров Виталий Амельченко, исполнивший роль героя в молодости. Для артиста это первый опыт в кино. Мне кажется, даже в молодости уже виделся этот стержень, этот боевой дух его, что можно было уже предположить, что этот человек станет героем. Я, конечно, могу уйти на гражданку, но я офицер. Офицер – это когда живешь для других. Съемки кинофильма проходили в Москве, Петербурге и Липецке, но большая часть из них – в Крыму. Его побережье невозможно отличить от Средиземноморского. По признанию актеров, такая слаженность в работе и воодушевление в рядах съемочной группы встречаются нечасто. Приехал на этот проект, конечно, удивляешься, что очень масштабно, очень масштабно, очень видно много денег, большие спонсоры, Минобороны, все это, значит, пахнет прям таким серьезным. Было интересно со всеми общаться, что-то. Каждый человек действительно было видно на площадке, что горел этой работой. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил включить картину в перечень киноработ, обязательных для просмотра в вооруженных силах. Курсанты-нахимовцы, среди которых были и принимавшие участие в съемках, высоко оценили показанную киноленту, которая едва ли оставит публику равнодушной. Художественный фильм «Небо» вышел в широкий прокат. Увидеть его можно в кинотеатрах города. Максим Давыдов, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. И в завершении выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду 1 декабря в городе временами ожидается дождь. Ветер западный 15 метров в секунду и выше. Столбик термометра опустится до 8-10 градусов со знаком «плюс». За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 14 детей. 8 мальчиков, среди которых одна двойня и 6 девочек. На сегодня это все. Телефон редакции 59060, а также мобильный. Плюс 797893131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте. НТСДФИСТВ.ком Ждите новостей, до встречи и пускай наступающая зима будет для вас теплой. Редактор субтитров А.Семкин